Всем доброго дня! Это Гелиос Сар и География просто. Учебник под редакцией Домогатских, 5 класс, введение в географию. Параграф 24. Путешествие по Южной Америке. Как была открыта Америка? Колумб, Христофор Колумб, желая доплыть с западным маршрутом до Азии, встретил на своем пути во время своего плавания Землю. И он подумал, что это и есть Азия, и собственно говоря, таким образом была открыта Америка. Какой перешейк соединяет Северную и Южную Америку? Панамский перешейк. Посетил ли Колумб Южную Америку? Да, во время своего третьего путешествия он посетил Южную Америку. Почему Амазонка самая полноводная река мира? Потому что она находится в регионе, где выпадает невероятно огромное количество осадков. Поэтому она самая полноводная река мира. Там очень много дождей, которые питают притоки Амазонки. Географическое положение. Площадь Южной Америки примерно 18 миллионов квадратных километров. Как вы думаете, какое место по площади она занимает среди уже изученных нами материков? Четвертое. По форме она похожа на сильно вытянутый треугольник. Берега Южной Америки омывают воды Тихого и Атлантического океанов. Как вы уже знаете, она соединена с Северной Америкой панамским перешейком. Стоит запомнить. Берега Южной Америки омывают воды Тихого и Атлантического океанов. Площадь Южной Америки примерно 18 миллионов квадратных километров. На западе материка вдоль Тихоокеанского побережья протянулись горные цепи Анд. То есть если в Северной Америке горы назывались Кордильерами, в Южной Америке вот эти очень высокие горы называются Анды. Это молодые горы. Высота их достигает в высшей точке 6960 метров. На востоке находятся плоскогория, между ними равнины. Среди них величайшая равнина земного шара – Амазонская низменность. Южная Америка – самый влажный материк Земли. Климат здесь в большей части материка. Теплый, но не такой жаркий, как в Африке. Мы жители Северного материка, и для них естественно, что на Севере холоднее, чем для Юги. Но в Южной Америке все наоборот. Холоднее всего на самом Юге. Почему? Потому что Юг гораздо ближе к Южному полюсу. Потому что Южная Америка находится в Южном полушарии. И там все наоборот. На Юге холоднее, чем на Севере. Обилие осадков способствует образованию многочисленных рек. Наиболее крупные из них – Амазонка, Парана, Ореноко. Амазонка – самая многоводная река планеты. На реках Южной Америки встречаются многочисленные пороги и водопады. Среди них особенной известностью пользуются Игуасу и самый высокий водопад мира – Анхель. Высота этого водопада – километр, 1054 метра. Растительный мир материка разнообразен. Только здесь в диком виде растет знаменитое каучуковое дерево гевея, а также хинное дерево, из коры которого получают лекарства, помогающие лечить малярию. Южная Америка – родина таких культурных растений, как помидоры, картофель, кукуруза, хлопчатник. Многообразен животный мир тропических лесов в Южной Америке. Здесь много обезьян. По берегам рек пасутся своеобразные копытные животные – топиры и самые крупные грызуны на земле – капибары, массы до 50 килограмм. К грызунам относят мышей и крыс. Теперь представьте себе мышку в 50 килограмм весом. Например, средний вес овчарки не превышает 30 килограммов. Для справки. На реках обитает гигантская змея анаконда, длина которой может достигать 10 метров. В водах рек встречаются электрические скаты, угри, хищные и беспощадные пираньи. В Амазонке обитают пресноводные дельфины и арапайма – одна из самых крупных пресноводных рит, длина которой достигает 5 метров. Очень богат мир птиц и насекомых. Это и самые маленькие в мире птицы калибри, масса которых достигает 3,5 грамм, именно граммов всего лишь, и достигающие огромных размеров бабочки и жуки. В степях обитают небольшие олени, несколько видов лам – животных, которые родственны верблюдам, но отличаются от них. У лам нет горбов. Из птиц – страуснанду. Среди немногочисленных хищников необходимо выделить пуму и ягуара. Южная Америка богата полезными ископаемыми. Здесь добывают бакситы, из которых делают алюминий, медные, железные, никелевые и марганцевые руды, а также нефть, золото, серебро, алмазы и изумруды. Стоит запомнить, климат большей части Южной Америки теплый, но не такой жаркий, как в Африке. Южная Америка – самый влажный материк Земли. Здесь расположена величайшая равнина земного шара – Амазонская низменность. Амазонка – самая многоводная река планеты. В Южной Америке расположен самый высокий водопад мира – водопад Анхель, высота которого больше километра. Коренные жители Южной Америки – индейцы. Пришли они сюда из Северной Америки приблизительно 20 тысяч лет назад. Начиная с XVI века испанцы и португальцы, а затем и другие европейские народы завоевывали материк. В настоящее время на территории Южной Америки проживают потомки европейцев, африканцев и индейцев. Стоит запомнить, коренные жители Южной Америки – индейцы. Начиная с XVI века европейские народы завоевали этот материк. Но в отличие от стран, которые завоевывали Северную Америку, в Южной Америке индейцы не были полностью уничтожены. Они как бы слились с местными народами, образовав новые. Южная Америка – самый влажный материк Земли. Вдоль берега Тихого океана протянулись очень длинные и высокие горы – Анды. На востоке находится величайшая равнина земного шара – Амазонская низменность. В Южной Америке протекает самая полноводная река планеты – Амазонка, и находится самый высокий водопад – Анхель. Ключевые слова. Южная Америка – Анды, Амазонская низменность, Амазонка, Парана, Ореноко, Игуасу, Анхель, Анаконда, Капибара, Индейцы, Гевея, Хинное дерево, Арапаима, Калибри. И вопросы. Чему равна площадь Южной Америки? Примерно 18 миллионов квадратных километров. Как называется крупнейшая равнина материка? Амазонская низменность. Какая река является самой полноводной на материке? Река Амазонка. Какое место по площади среди изученных материков занимает Южная Америка? Четвертое. Почему на юге Южной Америки холоднее, чем на севере? Потому что юг Южной Америки гораздо ближе к Южному полюсу. Потому что сама по себе Южная Америка расположена в Южном полушарии. Поэтому на юге гораздо холоднее, чем на севере. Какие животные населяют Южную Америку? Самые разнообразные. Но выделяются среди них, например, ламы. Выделяется, например, самый большой грузун Капибара. Есть, например, крупнейшая змея анаконда. Пресноводные дельфины и многие другие. Также стоит, например, вспомнить самую маленькую птичку на земле. На земле это калибри. Какие растения произрастают на земле? Хинное дерево. Гевея. Много еще и много таких редких других. Но это самые известные. Родиной каких культурных растений является Южная Америка? Культурные растения – это растения, которые использует человек. Причем используют постоянно. Например, хлопчатник, помидоры, картофель. Они относятся именно к культурным растениям. И они произошли из Южной Америки. В каком направлении шло заселение территории материка? С востока на запад. И, вернее, с востока на север, запад, можно сказать так. Через горы перейти было достаточно сложно, но европейцы сумели это сделать. На политической карте мира определите крупнейшее по площади государство материка и его столицу. Самым большим государством материка Южная Америка является государство Бразилия. Столицей Бразилии является город Бразилия. То есть, если Бразилия – государство, то столица Бразилия. Окончание на А.